Суть этого приказа заключается в том, что теперь фермеры и вообще производители молока обязаны будут оформлять отдельным ветосертификатом любую партию молока. Ну, казалось бы, нормально логичное требование. Но к чему это приведет? Дело в том, что существует хозяйство совершенно разных размеров. В одном хозяйстве может быть 500 или 900 или 1500 голов, в другом хозяйстве 5-7 коров, дойных коров. Но требования к ним одинаковые. То есть партия молока может быть и 10 тонн, партия молока может быть и 500 килограммов. Если фермеры или владельцы личного подсобного хозяйства, попросту говоря, крестьянин, заставлять оформлять ветосертификаты по тем же требованиям, что и владельцы крупного хозяйства, совершенно ясно, что у крестьянина, у фермера абсолютно не будет времени для того, чтобы заниматься реальным производством молока, он утонет в этой бумажной волоките. Тогда как крупный производитель молока, это крупные холдинги, концерны, так сказать, в том числе иностранного, с иностранным собственником, они вполне могут нанять дополнительно одного-двух бухгалтеров, которые будут оформлять соответствующий документ. То есть если сводить дело к самым простым понятиям, наносится очередной удар по мелкотоварному производству. Проще говоря, очередной удар по российскому фермеру, по российскому крестьянину. Почему? Потому что вот я, например, депутат Государственной Думы о Тюменской области. Тюмень известна тем, что это как бы центр нефтедобычи. Но на самом деле Тюменская область обладает уникальными природными условиями для производства сельскохозяйственной, животноводческой и растеневодческой продукции. В частности, там очень развито молочное производство. Там небольшие деревни. Каждая деревня производит условно, так сказать, бочку молока. Я сам видел небольшая бочка молока, 500 килограмм до тонны молока везет. Но если каждый фермер обязан будет оформлять на эти 500 килограмм молока ветсертификат, ясно совершенно, что ни на что другое у него ни сил, ни средств не будет. Значит, это производство просто загнется. А надо иметь в виду о том, что крестьяне, фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств производят до половины молока в нашей стране. То есть вот этот приказ однозначно совершенно ведет к резкому падению производства молока. И это продолжение политики на вытеснение крестьянина, на вытеснение фермера, владельца личного подсобного хозяйства, которое обозначилось еще в печально известном приказе Министерства сельского хозяйства о том, что, дескать, мол, нужно ограничить количество коров, свиней, кур в личном подсобном хозяйстве. Якобы они там налогов не платят. Но опять же, основная масса мяса производится вот в этих вот мелких хозяйствах. А удар наносится по ним. И можно себе представить, кто за ним стоит. Тот джентльмен, которого заглавляет Министерство сельского хозяйства, который, конечно, скорее всего, как утверждает, обладает немалыми ресурсами в этом отношении. По оценкам специалистов она вырастет как минимум на 10%. Она сейчас уже для низкооплачиваемых, для бедных словев населения имеет запретительный характер. Уже цен на молоко, пакетированное молоко особенно, 50-60-70 рублей. И пожилые люди, особенно пенсионеры, уже с трудом могут позволить себе пачку молока в день. А если она еще на 10% подрастет, при том, что индексация пенсий всего 4%, ну и совершенно ясные последствия социальные. А ведь речь идет о том, что подрастать будет все одновременно. То есть это ведет к такому резкому ухудшению качества жизни населения, что трудно себе представить. Редактор субтитров А.Семкин